Всем привет! Играю на Часком. И мой соперник это Гроссмейстер. И разыграю против него такую схему. Не хочу идти в стандартную страндийское начало, поэтому попробую выйти через двойное фианкет. В этот раз. Б3 слон Б2 моя идея. И дальше может быть Е4 уже сыграю. Так, а он сразу хочет видно слон Аш3 пойти. Накатить как-то на королевском фланге. Но пока что ничего страшного не вижу. На слон Аш3 есть ход как минимум КНЖ5. Играю А3 на А5, чтобы на А4 встретить ходом Б4. Стандартный прием такой. И пешка становится слабой. Возможно сейчас последует ход КНД7, потом КНБ6 или же КНА6, КНЦ7. Какие-то такие логичные ходы есть в распоряжении черных. Есть ход Е5. Но слон Аш3 все-таки решает пойти соперник. Можно попробовать его согнать ходом КНЖ5. Можно не обращать внимания. Наверное, не буду пока обращать внимания. Ничего страшного там не вижу. Попробую дальше развиваться. Попробую Е4 теперь. Может быть, удастся коня перевести через Е2 на Ф4. Не дает. Ну, заберу теперь. На ЕД хочу Б4. Наверное, так и сделаю сейчас. Чтобы не позволить коню встать на С5, после чего он будет грозить взять мою пешку на Е4 через какое-то время. Я думаю, ход слон Ж2 мне только на пользу, потому что я разгрузился наконец-таки. Теперь сгоню Ферзя. И, наверное, Ц5 тут уже можно сыграть. Или перевести Ферзя вот на эту полянку. Теперь хожу в Конь Д2, чтобы сходить потом С5. И уже было поле С4 для меня. Ну, теперь стоит подумать, чем залезть. Может быть, Ферзьем. Правда, там Конь С5 неприятно. И на Д2 повисает, поэтому схожу Каню. Хочу на Д6 залезть, укрепиться там. Не стоит забывать также, что линия у меня под контролем. Может быть, ЛА7 получится. Почему бы, кстати, не сейчас. И можно сдвоиться, можно на Д1 поставить ладью. Вот так вот. Чтобы сразу контролировать две вертикали. Вопрос теперь, куда залезть Конем. На Б6 или на Д6? Где он будет лучше смотреться? Я думаю, что вот Коня с С3 можно перевести на Б6, а второй Конь мой пойдет на Д6. И мне кажется, уже будет доминация. Так, а не зевает ли здесь он пешку мне на Е5? Конь Б5, ЛА5. На Конь Б5 здесь ход слон Б8. Ну, наверное, заберу просто. Если я ничего не зеваю здесь. Забрал еще раз. И отступил ладью. С лишним качеством остаюсь в итоге. Но у него все равно есть какая-то компенсация по ЛЦ3. Пойду ладья на Е1. Наверное, Конь С3 сейчас будет ход. На что я пойду Ферзь Д3. Надо уже ускоряться. 51 секунда на часах. Конь Б6. Хочу ладья А8. Чем больше фигуры я изменяю, тем лучше для меня. Ну, забрал. Пешку он здесь отыграл, да? Теперь ладья А8. Еще хочу подменяться. Все-таки лишнее качество в Эншпиле. Есть шансы на победу хорошие. Хотя позиция сложная. Это надо признать, да? Выиграть тут будет очень непросто. Он крепко стоит. У него нет пешечных слабостей особо. Вот только к пешке Б7 я сейчас привязался. Куда лучше пойти теперь. Совсем мало времени. Не исключено, что просто не успели доиграть эту партию. Конь Ц5. Отрезал теперь. И хочу конь Б6. Я думаю, предложу ничью. Может согласиться. Выиграть я тут точно не успею. Так, а он, видно, играет на победу. С учетом того, что у меня мало времени. Попробуем тоже ускориться. Так, не зеваем. Забрал. Еще раз ничью предложу. Не хочет. Наверное, все-таки это ничья, да?